всем привет белый альбом почему я показываю потому что одна из пластинок стоит на проигрывателе обложка вот она белый альбом мы живем в такое время с вами что я подозреваю о том что некоторые из тех кто смотрит этот ролик вообще не знают что такое белый альбом есть такие есть люди которые вообще никогда не слышали beatles или слышали какими-то кусочками им это все дико не понравилось то что звучит по радио иногда звучало когда-то там у нас по радио но это не наши проблемы не мои проблемы совершенно белый альбом о сколько связано с этой двойной пластинкой воспоминаний сколько всего хорошего книжечка тут у меня ну и конечно вот эти хрестоматийные фотографии знаменитые которые висели у советских школьников на стенках купленные за за сколько советском союзе были другие деньги рубль стоил по-другому но в общем за дорого все это покупалось вот этот знаменитый плакат огромный я не буду его разворачивать он очень большой он тоже висел у меня на стенке когда-то но не именно этот а другой старенький он уже весь пожелтел от времени износился я его куда-то делал не помню по-моему где-то он где-то он лежит как раритет это уже другая совершенно история битлз 68 год про этот альбом написано и наговорено столько разного что трудно сказать что то новое я могу сказать только от себя тяну могу сказать от себя то что это лучшая демонстрация лучшая демонстрация того что рок-группа это удивительная сущность которая гораздо больше чем сумма ее участников понимаете о чем я говорю да роберт фрик говорил то же самое что рок-группа живет по своим собственным законам вне зависимости от того чего хочет каждый из ее музыкантов вот такая удивительная история ни один коллектив артистический так не живет не театр не театральная труппа про кинематографические группы я и не говорю вообще это отдельная история не симфонический оркестр не эстрадный оркестр никакой другой ансамбль ниже не оркестр народных инструментов ничего подобного в рок-группе создается вот это невероятное поле дышащее которое дает жизнь единению которое называется рок-группа это и повторяю это не сумма ее участников это отдельная совершенно вещь и она уже диктует свои законы свои правила она живет самостоятельно идет по своему собственному пути ну если это настоящая группа состоящая из талантливых музыкантов которые занимаются музыкой и больше в общем-то говоря ничем это не исключает какие там работы какие-то подработки там я не знаю кочегаром или там сторожем или официантом как дюран дюран например да но внутри в голове в душе только туда только в музыку и тогда получается вот это вот необъяснимая совершенно сущность никто не может объяснить как как это получается но это получается к чему я это говорю к тому что те кто знают что такое белый альбом как он записывался что там происходило а об этом я повторюсь написаны тысячи страниц десятки тысяч наверно сотни книг и интернет забит информации ленн говорил что эта пластинка удивительно тем то здесь выступают сольные артисты в сопровождении группы все все играют соло а группа аккомпанируют формально это так и есть например там песня гудна это которая завершает альбом там ринго стар по это сопровождение симфонического оркестра больше никого из битлз там нет до ринго стара нет на записи знаменитой песни бэк и нью ссс а во время записи этой песни он покинул группу ушел сказал все идите к черту я и меня здесь больше не бывать потом он вернулся к записи while my guitar gently weeps джорджа харрисона но около двух недель его не было в студии вообще и все думали что ринго покинул окончательно группу надоело него невыносимо стала работать и играл на барабанах пол маккартни помогали ему леннон и харрисон тоже иногда с барабанами иногда там с другими штучками разными то же самое с ленноном и маккартни хотя авторство всех петь большинства песен кроме харрисона прописано как леннон маккартни но в одной студии в одной комнате сидел леннон записывал свою песню в другой комнате через коридор сидел маккартни записывал свою песню потом это все сводилось в один альбом где везде написано леннон маккартни лена маккартни лена маккартни харрисон то же самое харрисон кстати здесь отличился у него гениальные совершенно здесь есть номера например пиггис песня удивительная я не начал с песни while my guitar gently weeps да я начал с пиггис который мне безумно нравится она стала гимном леваков разнообразных а 68 год помните что это такое было в париже да студенты демонстрации все такое и пиггис как раз зацепилась за эту историю хотя харрисон этого и не хотел такая там оркестровка так там много музыки так там все интересно и и роскошно и красиво аранжировано мощно оркестровка прекрасная и мелодия очень хорошие харрисон конечно постарался в этом смысле совой трюфель изумительная песня харрисона просто жесткая и язвительная что не характерно для юного на тот момент времени джорджа но условно и юного ну право вайл май гитар джентли випс это отдельная история я не помню приспособление бери спит по моему варис пит примочка которую я никогда не видел и она меня обламывала звучание этой примочки было обламывал меня очень долго но все знаете что гитарное соло играет там или клептон в песню вайл май гитар джентли випс и когда я учился в школе еще у меня белый альбом был записан на ленте на монофоническом магнитофоне я слушал эту ленту и мне все время казалось что когда начинается гитарное соло соло клептона что магнитофон плывет что-то со скоростью не то потом когда я уже получил пластинку так сказать купил спекулянтов стал слушать все то же самое что так не то что плывет отчетливо а так подплывает немножко какое то есть какое то такое движение в ноте я понял что так и записанные наверное во время записи со скоростью магнитофона что-то было не то у джорджа мартина но нет опять-таки я подчеркиваю подчеркиваю не радикально там нет брака там нет вот этого ничего там нет но там чуть-чуть вот такой какой-то вот такая нота что-то с ноты она начинает как-то играть а потом оказалось что это варис пит примочка через которую обработана была гитара эрика клептона для того чтобы добиться как они говорили настоящего битловского звучания что и получилось звучание действительно битловская очень характерная очень особенно и уж точно не звучание гитары эрика клептона хотя он играл на лес поле играл так как привык играть со своими этими самыми обработками с фейзером которую вы использует всегда использовал всегда тот момент но варис пит сделано свое дело варис пит это я повторюсь я никогда этой штуки не не видел не крутил ее сейчас новые модификации выходят этой штуки это в принципе ревербератор который изменяет скорость реверберации и изменяет немножко не то чтобы изменяет тон но вот такое вот вот то вот такое вот получается словами не описать надо мы послушайте как звучит соло эрика клептона там и поймите что такое варис пит это не чистая гитара это это вот такое вот там есть и не фленджер ни в коем случае совершенно другая другая штука но продвинутые гитаристы сейчас будут ржать наверно скажу а варис пит господи там говна пирога у нас это все есть но тем не менее звучание согласитесь что вот такое оно не чистая нота идет такая не не то что на компьютере нарисовано там не там вот ми но такое вот битловская ми да все остальное тоже все остальное тоже песня обладе облада знаменитая наверное привела к окончательному разладу в стане битлз потому что песня то конечно ого-го какая но если интересует кого-то мое мнение я считаю что это самая слабая песня маккартни лена называла и песни для престарелых каких-то уже долбанутых старушек на мой взгляд эта песня для советского детского сада то есть не в один альбом битлз эта песня бы не не вошла никогда никогда вот это вот вот это ничтожное произведение совершенно и музыканты битлз когда записывали и записывал то в основном маккартни но там требовалось много чего требовались гитары барабаны да там в конце еще хором подпевать умучил всех писали несколько дней они это владе обладу несчастную всем она обрыдла что же вот эту хрень мы долбаем долбаем и не додолбаем записали несколько вариантов минусовок ну то есть музыкального полотна без голоса потом маккартни чтобы чтобы напел все маккартни ничего не понравилось давайте перепишем минусовки и не одну а все перепишем потом будем выбирать его все уже послали по вскоре нет полдруг так дело не пойдет давай выбирай из того что есть он выбрал одну все вдохнули с облегчением ушли джордж мартин послушал как спел маккартни стал ругаться с маккартни потому что спел он плохо маккартни стал ругаться с мартином то что ты ничего не понимаешь в общем это обладе облада она поломала вещь кайф всем тем не менее вот это несчастная обладе облада вот этот несчастный там wild honey pie безумное произведение маккартник который наиграл один там меньше минут она длится revolution number nine джона леннона авангардное полотно 8 с чем-то минут идущая конкретная музыка точно называется кстати говоря на мой взгляд это очень хорошее произведение если говорить о конкретной музыке это один из лучших примеров вообще конкретной музыки потому что там есть развитие там есть многочистевость там есть внутренний ритм свой записывал джон леннон с ее кого на эту штуку 9 дней по-моему если мне память не изменяет revolution number nine и когда это все сложилось все отдельные кусочки получился шедевр это можно сравнить с альбомом the rolling stones exile on main street где группа тоже была на грани распада все удолбанные уторченные никто ничего не соображает полный хаос все очень плохо а когда все складывается получается блестящее альбом белый альбом получился еще лучше все были в общем трезвые хаоса не было никакого хотя формально он был потому что битлз после смерти обставина стали заниматься коммерцией собственной сумму финансовой стороной с финансовой стороной своей группы организовали компанию apple которая требовала работы отдельной финансы погружение в налоги погружение выплаты погружение приход расходов 5 бухгалтерские ведомости это от кромешно это кошмар они это ничего не умели и не знали не харрисон не маккартни не тем более уж леннон и понятно что стару вообще это по барабану бы поскольку он барабанщик приходили люди из apple в студию там нужно что-то было подписывать какие-то бумаги все это в это все а в это время еще нужно было записывать музыку полный полный кошмар из из этого кошмара из внутреннего разлада ринго старт с харрисоном улетели куда-то вообще куда-то в другие места харрисон полетел сниматься в документальной фильме про рави шанкара ринго старт своими делами занимался маккартни с ленноном оставались студии писали свою музыку каждый в своей комнате потом эти двое прилетели когда харрисон прилетал леннон уходил он не любил с харрисоном находиться в одном помещении и вот в такой обстановке все это и происходило но получилось получился шедевр каждая песня даже это несчастная облади облада выкини ее и сразу будет пустое место сразу захочется туда что-то что-то вставить да а именно вставить облади обладу ну чудо это настоящее чудо бэк и ньюисса дэп роднс следующий номер ленноновский прекрасный лирический после бэк и ньюисса согласно ним же скач ленноновский облади облада wild honey pie безумие маккартни bungalow bill где поет йока вона в том числе ненавидимая половиной примерно бетломанов всего мира вайл мал гитар джет ли вы с песню кстати говоря леннон с маккартни не хотели вообще и вставлять в альбом считали очень слабый и ненужной и дурацкой песней но тем не менее она стала большим шедевром happiness is a warm gun песня леннона как бы антивоенная хотя на самом деле в подтексте она остро сексуальная буги в общем-то его жажде плотской плотской жажде йока вона ну и все остальные песни тут я блюз кстати моя любимая песня из этого альбома airblues они записывали и поставив комбики к стенам лицом туда туда же микрофоны и гитара искаженная вот этот от стен ревела джордж мартин хватался за голову а потом уехал вообще в отпуск дописывали уже без джорджа мартина все потому что было невыносимо смотреть на дураковаляние когда-то грандиозных музыкантов которые несмотря ни на что с этим альбомом стали еще более грандиозными в общем очень много здесь хорошего можно сказать а лучше всего просто взять и послушать его от начала до конца и все вот эти дурацкие казалось бы штучки как я говорил они складываются в такой пазл который является просто the best пошел пить пока